Всем привет! Добро пожаловать на канал! И в этом видео я хочу поделиться своими изысканиями на тему того, как стресс влияет на наши умственные способности. Собственно говоря, я это взяла из собственного опыта, потому что мне кажется, что длительный стресс, такой хронический, он в принципе убивает вообще все умственные способности. Я решила изучить этот вопрос, что там говорят ученые на этот счет, и в принципе я оказалась права. Но давайте по порядку. Итак, как краткосрочный стресс на нас действует? Ученые уже очень хорошо изучили. Это знаменитая реакция «Бей или беги», то есть когда наше тело автоматически запускает функцию, когда нам нужно либо бежать, либо бороться. Для этого все функции организма подстраиваются под это. Для этого у нас учащается сердцебиение, но при этом идет отток от мышц, от кожных покровов, для того, чтобы в случае травмы не потерять много крови. У нас замедляется бещеварение, у нас... В общем, наше тело готовится физически конкретно к тому, чтобы повысить свои способности, повысить свою выносливость, свои силы и так далее. В общем, это все хорошо изучено, ибо этот момент на самом деле выключается наша префронтальная кора. А префронтальная кора – это наши умственные способности. Конечно, это не все, но это такой, знаете, контрольный центр. Префронтальная кора как раз-таки генерирует идеи, занимается планированием, постановкой целей, поиском решений и так далее. То есть префронтальная кора, она использует весь мозг для того, чтобы это все делать, но там рождаются самые основные вещи, плюс там находятся наши исполнительные функции. Это когда мы себя что-то заставляем делать, что-то подавляем и так далее. То есть это то, за счет чего мы нормально функционируем, работаем, учимся, делаем какие-то полезные дела. В общем, все это находится в префронтальном коре. Но за счет того, что автоматическая реакция «бей» или «беги» направлена именно на физическое состояние, то есть что нам нужно подготовиться к тому, чтобы обороняться. Это автоматическая реакция за счет того, что очень-очень много лет и тысячелетий в нашем развитии нам реально нужно было убегать от каких-то опасностей. То есть стресс – это, в принципе, реакция организма на опасность. То есть появляется какая-то опасность, мы собираемся и отвечаем на этот стресс. Сейчас стрессы немножечко другие. У нас нет уже зачастую таких опасностей, они встречаются крайне-крайне редко, к счастью. У нас в основном другие, но эта автоматическая реакция сохранилась. Так вот, почему префронтальная кора наша отключается? Потому что она самая такая, ну, в эволюционном смысле, вот если разобрать всю нашу эволюцию, как формировался наш мозг, она самая молодая. Это часть, и она самая прожорливая. То есть это самая энергоемкая система, которая отключается первой, когда у нас появляется стресс и когда запускается эта реакция. Потому что она прожорливая, она в принципе нам не нужна. Потому что еще в этот момент у нас сужается зрение, ухудшается слух, и у нас начинается такое туннельное внимание. Когда вот мы сосредоточены исключительно на источнике нашего стресса и больше ничего не видим, ничего не слышим вокруг. В этот момент когнитивные способности, размышления, планирования, целеполагания, самоконтроль, он вообще никак бы не нужен. Мозг отключается эти функции, переключается на автоматические. Подытоживая все сказанное, когда у нас включается автоматическая система бей или беги, мы все концентрируемся на источнике стресса. То есть весь наш мозг, все наше тело направлено на источник стресса для того, чтобы что-то с ним сделать. Либо убежать, либо устранить, либо в общем как-то что-то с ним сделать. И здесь когнитивные функции считаются, что они не нужны. То есть нам нужно очень быстро, очень конкретно среагировать. За счет этого все наши способности на это направлены. Но что происходит, когда стресс хронический, когда он длительный, когда нету конкретного вот этого стрессового фактора. То есть когда вы не можете убежать от гепарда, потому что он живет с вами, например. Ну образно говоря. То есть когда источник стресса находится постоянно, либо он постоянно подбрасывается, и вы постоянно об этом, ну как бы в этом все варитесь. Что происходит в этот момент? Ученые говорят, что в целом все когнитивные функции летят к чертям, если так подытожить. Потому что очень сильно и очень плохо влияет стресс, длительный стресс на когнитивные способности. Они очень много изучали, ученые, на пожилых людях, которые находятся в стрессовой ситуации. То есть в этом случае их расстройства различного когнитивного характера, деменции и все прочее, значительно быстрее приближаются к ним и так далее. То есть из углубления идет каких-то уже существующих когнитивных нарушений и приближение очень стремительно новоприобретенных, так сказать, когнитивных всевозможных расстройств у пожилых людей. И очень много, кстати, стали сейчас наконец-то изучать студентов, как это влияет на их успеваемость. И заметили, что плохо, конечно же, влияет. Но конкретно почему, неизвестно бы. Но ученые отметили то, что, во-первых, внимание очень сильно страдает при длительном стрессе. То есть очень сложно сконцентрироваться. Это уже доказанный факт. Начинаются впоследствии проблемы с памятью. Это они, кстати, уже достаточно хорошо выяснили. Сейчас я вам расскажу, почему это происходит. Плюс появляются проблемы с самоконтролем, то есть с регулированием собственного поведения. То есть человек не способен достаточно хорошо регулировать свое поведение не потому, что он такой плохой человек, он ленивый и так далее, а потому что начинаются такие изменения в мозге, которые нарушают как раз-таки вот этот вот центр самоконтроля. Так вот, внимание, память, самоконтроль и сложность принятия решений тоже появляются. То есть какие-то долгосрочные планирования, цели какие-то ставить, принимать какие-то долгосрочные решения все сложнее и сложнее при воздействии длительного стресса. И в целом ученые наблюдали то, что наш ум становится менее гибким. То есть мы сложнее подстраиваемся под обстоятельства, мы сложнее принимаем решения, потому что мы не видим вокруг ничего в этот момент при воздействии стресса. То есть мы становимся негибкими. Наш ум не такой пластичный, не такой податливый. То есть мы сложно что-то изучаем за счет того, что мы не можем воспринять новую информацию. Мы не можем принять из-за этого тоже хорошее решение, потому что мы не видим вариаций. Мы видим только самые простые решения. Они не всегда нормальные. Они не всегда отвечают какими-то долгосрочными решениями и так далее. В общем, как я и сказала ранее, ученые уже доказали, что длительный стресс очень плохо влияет на наш мозг. Он постепенно его разрушает. И они отметили все-таки некоторые вещи, которые уже точно происходят при стрессе. Например, разрушение гиппокампа, к сожалению. Гиппокамп – это такое соединение в нашем мозге, в серединке оно засело. В основном оно, он, гиппокамп, он, отвечает за образование новых воспоминаний и за нейрогенез. Он, конечно, еще много чего делает, но вот это основные функции, которые как раз-таки сильно страдают. То есть ученые уже во многих исследованиях отметили, что при длительном стрессе, то есть при длительной и постоянной выработке кортизола соединение в гиппокампе начинает разрушаться. Это приводит к тому, что наша память страдает. То есть, конечно, наши воспоминания разнесены по всему мозгу, то есть нет какой-то единой локации наших воспоминаний, но гиппокамп их перерабатывает, то есть он их консолидирует. Потому что наши воспоминания сначала попадают в рабочую память, потом они попадают в долгосрочную память за счет консолидации. Вот этот промежуток между рабочей памятью и долгосрочной памятью, вот эту обработку и делает гиппокамп. То есть он обрабатывает воспоминания, что-то отсеивает, что-то как раз-таки сохраняет, он перерабатывает, создает новые структуры и как раз-таки распределяет наши воспоминания. Когда же он начинает постепенно разрушаться, то есть там перегорают нейроны за счет гиперстимуляции вот этим кортизолом, его функция ухудшается, из-за этого мы забываем какие-то вещи, мы можем не вспомнить какие-то старые вещи, потому что мы не можем найти к ним путь и так далее. Образование новых воспоминаний тоже нарушено, потому что еще и страдает рабочая память, но это больше к префронтальной кореи, сейчас мы о ней тоже поговорим. То есть весь процесс образования воспоминаний страдает из-за стресса, потому что основные его составляющие, рабочая память и гиппокамп страдают из-за того, что выработка большая кортизола. А также на поверхности гиппокампа образуются новые нейроны. Это нейрогенез, который очень нам нужен, то есть образование новых нейронов, потому что всю жизнь мы, в принципе, наш мозг, точнее, вырабатывает новые нейроны, они нам нужны для того, чтобы осваивать новые знания, чтобы какие-то новые навыки и так далее. Да, частично наш мозг использует то, что у нас уже есть, но все-таки новые поступления ему важны, нужны, особенно если большой какой-то объем информации, если вы что-то хотели новое освоить и так далее. Вот здесь новые нейрончики очень даже кстати, а также новыми нейронами тоже залатываются какие-то дыры, если что-то произошло, там внезапно какие-то повреждения в мозге и так далее. Это все как бы прекрасно и налажено. Но когда, как вы понимаете, работа гиппокампа нарушена, нейрогенез тоже будет нарушен. То есть образование новых воспоминаний и проблема с консолидацией этих воспоминаний и с тем, куда их записывать, на что их записывать. То есть новых нейронов образуется не так много. Как бы там точно ничего не сказали ученые, но сказали, что нейрогенез нарушен. Насколько это очень сложно, это очень индивидуально, но в любом случае наша память, наши воспоминания очень-очень сильно страдают. Далее по поводу префронтальной коры, в которой находятся наши исполнительные функции, наши обдумывания и так далее, как я уже ранее говорила. Здесь стресс нарушает связи, ухудшает эти связи и в принципе делает префронтальную кору очень чувствительной к повреждениям. То есть в обычном режиме все прекрасно, наши соединения защищены, там есть мелиновые оболочки, которые обволакивают наши соединения между нейронами, все прекрасно. Кортизол, он, во-первых, истончает вот эти мелиновые оболочки, которые и призваны защищать наши соединения и так далее. То есть ухудшается соединение между нейронами. А когда это ухудшается, мы хуже соображаем, мы дольше соображаем. Потому что для того, чтобы как бы сформировать мысль, у нас там электрический, химический процесс происходит, и он как бы подцепной реакции между нейронами, то есть такое вот происходит соединение, они там передают друг другу информацию, вытягивают информацию и так далее. Как вы понимаете, когда соединение плохое, когда соединение нарушено, мозг не может добраться до какой-то информации, то есть ему кажется, что эта информация есть, либо она частичная, это как битый пиксель в этом жесткой памяти, в общем, мозг понимает, что оно вроде бы там есть, но как до него добраться, непонятно, потому что что-то с нейронами случилось не так. Вот это происходит как раз таки с нашей префронтальной корой. Следующий момент, который тоже связан с, отчасти с префронтальной корой, отчасти в принципе с нашим мозгом, это то, что кортизол и в принципе длительный стресс, с которым связан выработка кортизола, они упрощают наши дендритные соединения. Что я имею в виду? И почему это плохо? У нас есть как бы нейрончик, у нейрончика есть дендритики и есть аксончик. Аксон, он соединяет нашу клетку, наш нейрон с соседним дендритом, то есть передается информация, то есть из нейрона идет по аксону. А через дендриты он соединяется с другими как раз таки вот этими аксонами, то есть чем разветвленнее дендриты в каждом нашем нейроне, тем интереснее, тем лучше наши связи. То есть, ну как вы понимаете, чем более разветвленная система, тем лучше, тем интереснее мы выводы можем сделать, тем интереснее информацию мы можем запомнить, тем больше информации мы можем запомнить. То есть наш объем нашей памяти, наших способностей не сколько от количества нейронов зависит, а от того качества соединений, и количества соединений, которые между ними есть. И стресс, и кортизол, он уменьшает количество дендритов, которые может выпустить наш нейрон, или которые у них там есть по-разному. То есть это все вопрос соединения между нейронами, который ухудшается со всех, со всех сторон. То есть и аксон, он не то, что рассоединяет, но ухудшает соединение, и дендритов меньше. То есть это все работает на то, что мы хуже и хуже, и медленнее и медленнее соображаем, к сожалению. Еще одно ухудшение, которое тоже влияет на то, как живут в принципе наши нейроны, как они себя хорошо чувствуют, это повышение воспалительных процессов. Это немножко не такие воспалительные процессы, как в остальном теле, но в целом в нашем мозге есть воспаление и противовоспаление. Это нормальный процесс, за это отвечают определенные химические структуры, которые постоянно должны быть в балансе, то есть это нормальная ситуация, но при стрессе наша иммунная система подавлена, она ухудшена. И вот этот противовоспалительный эффект, он уменьшается, а воспалительный эффект увеличивается. То есть наш мозг, ну по сути, воспален, то есть это ухудшает опять-таки в целом состояние нашего мозга, это разрушает наши соединения, это плохо влияет на наши нейроны, это плохо влияет на то, как они соединены и так далее. То есть это все такой один глобальный процесс. И, кстати, по поводу внимания, вот последнее, о чем я вам скажу, внимание. Почему нам кажется, что в момент стресса мы можем думать только вот о стрессе, источнике стресса и вот как бы думать только-только об этом? Потому что мы так запрограммированы. Как я уже ранее сказала, когда у нас появляется источник стресса, все, мы ни о чем не можем думать. Это вот реакция организма, автоматическая реакция организма, которая запускается очень маленьким таким соединением, миндалевидное тело. Оно запускает весь этот процесс, оно как бы такая сигнальная система, знаете, там стоп-кран срывают и запускается вся эта цепочка. Как только стресс проходит, как бы стоп-кран на место и все хорошо. Но когда у нас длительный стресс, то есть источник стресса, он постоянный, он не проходит, он постоянно с вами и так далее. Миндалевидное тело постоянно тянет на себя внимание, потому что говорит, эй, у нас стресс, у нас вот опасность, опасность, опасность. То есть неважно какая это опасность, может быть она уже прошла, но вашему мозгу, скорее всего, в этот момент кажется, что она еще не прошла эта опасность, то есть она еще есть. И миндалевидное тело постоянно тянет на себя все внимание, то есть оно перетягивает на себя всю энергию. Из-за этого мы постоянно крутим в голове, что вот что-то происходит, что-то плохое, мы не можем думать ни о чем другом, потому что в мозге автоматическая реакция, что вот что-то происходит, что-то происходит. И как вы понимаете, вся энергия, все внимание, все идет в это миндалевидное тело, которое провоцирует выработку кортизола и всех остальных сопутствующих моментов. Из-за этого нам очень сложно переключить внимание, то есть нам нужно перебороть автоматическую систему, которая предупреждает нас об опасности. Нам нужно ее перебороть, отключить, и тогда мы сможем нормально соображать, но это прям нужно проделать работу, потому что, как вы понимаете, автоматическая система очень-очень сильная. Ну что ж, я думаю, что я вас уже порядком напугала насчет этого. Для меня это тоже было неприятно, что мой мозг разрушается в момент стресса. И ученые, кстати, говорят о том, как же нам это побороть, и ничего нового они не сказали. Физическая активность, умеренная физическая кардиоактивность, она всегда помогает. То есть вообще говорят, около 5-7 часов в неделю нужно гулять для того, чтобы поддерживать свое ментальное здоровье. Я думаю, это не так уж много, и это действительно работает в долгосрочной перспективе, снижает наш уровень стресса. Питание, то есть поменьше фосфуда, поменьше быстрых углеводов, потому что в этот момент еще идет выработка, повышается уровень сахара в стрессе, потому что тело готовится к тому, что ему придется выплеснуть энергию, и он это все копит и так далее, и нам хочется, в принципе, что-то такое есть. И когда мы это все подпитываем, мы говорим мозгу, что да, что-то происходит, все плохо, давай копи-копи энергию и так далее. Если вы будете есть нормальную, сбалансированную пищу, нам говорят о том, что немножечко получше станет, потому что это будет еще одним сигналом, что типа все окей, ничего страшного, не происходит. Сон тоже налаживать надо в этот момент, потому что, скорее всего, еще одним фактором, который ухудшает наше здоровье при стрессе, это то, что мы очень плохо спим, мы не проходим все фазы, мы всегда, ну, зачастую очень поверхностно спим, очень тревожно, в общем, надо наладить гигиену сна. И еще один момент, который отмечают все ученые, что нужно делать в этот момент, называется самоконтроль стресса. То есть, когда вы самостоятельно контролируете свой стресс. На бытовом уровне это значит, что когда у вас появляется источник стресса, когда это не гепард, когда вам не нужно действительно от кого-то убежать, спасать свою жизнь и так далее, это как бы все прекрасно, ваша автоматическая реакция будет замечательна в этот момент. Но когда вам действительно ничего не угрожает, это просто какое-то расстройство, это просто какие-то проблемы на работе. То есть, это не то, что действительно угрожает вашей жизни, вы можете с собой договориться. То есть, вы можете переключить вот эту систему. Да, я говорила о том, что это сложно, но это возможно, можно научиться. То есть, у вас будет первая реакция, что все плохо, все пропало и нужно на это сегодня реагировать. Но там всякие дыхательные практики, не знаю, там, зажимание мячика, прогулка поможет переключить обратно на сознательную часть, когда вы себе говорите, все хорошо, ничего не происходит, у нас есть проблемы, но мы с ними справимся и так далее. То есть, как только вы включаете сознание, самоконтроль вы включаете обратно, все налаживается, все вот эти вот плохие вещи, которые происходят вокруг, если даже стресс не ушел никуда, а он до сих пор над вами висит, если вы можете с собой договориться, что да, это все происходит, это все плохо, это все на меня влияет, но как бы мы в данный момент не умираем и, в принципе, это плохо влияет на нас, поэтому нам нужно работать, сконцентрироваться, заниматься своими делами и так далее, то, возможно, вы возьмете под контроль стресс и снизите вот эти все плохие вещи, то, как он влияет на наш мозг, точнее, стресс, как вы понимаете, влияет на наш мозг. Все, мои хорошие, все интересные исследования будут внизу, я обязательно с вами поделюсь и подписывайтесь, ставьте лайк до следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok